Фух, если вы смотрели предыдущую серию Франция против России и предпредыдущую, так скажем, Израиль-Россия, то я думаю, вы знаете, что желательно бы, конечно, их посмотреть. Вот подсказки появляются, я надеюсь, я их поставлю. Вот, вы помните, что тогда мы сыграли победу и поражение, и все решится в сегодняшнем матче с испанцами, и мне кажется, что что-то не нравится мне, потому что французы будут играть с Израилем, и у них шансов намного... Так, мы сейчас, во-первых, посмотрим таблицу. Не понимаю, как тут... Я, кстати, не знаю, что у нас сейчас будет, потому что тут какая-то странная система, посмотрите. Вот. Не знаю. Ну, у нас в оконцовке, конечно же, если мы выйдем, то будет кубок. Вот. Видите, выиграли, проиграли, выиграли. Вот. И еще будет три матча. То есть, потом либо плей-офф, либо еще какой-то жребий там, и... В общем, это будет все интересно. Мне самому даже стало интересно вот прямо сейчас. Фух. Естественно, с испанцами не хотелось бы сыграть, конечно, в стандартном, в красной форме. Вот. Сейчас мы посмотрим. Аршавина я оставлю на Second Strucker. Намного лучше будет, чем он будет там на фланге бегать. Вот. Ну, и отдадим пока, так скажем, борозды правления Киржакову. И поставим все-таки Игнашевича, потому что, ну... Вася, ну, не тянет. Не тянет. Просто не тянет. И поставим Щенникова на Second Strucker. И у нас будет все прекрасно. Лосков, Смертин, Измайлов, Белелединов. И... Я думаю, можно... Начинать. Все. Фух. Я, кстати, не понимаю, почему у меня... Куда-то пропал звук. Это раз. Почему у меня... Так, давай-ка. Это раз. Вот. А два... А, все. Все. Появился. А два. Почему не было представления, ну, вот, когда команды выходят? Я не знаю. Вот. Ну, не будем придержаться, потому что это нам не важно сейчас. Вот. На данный момент это не играет определяющей роли, потому что Измайлов сейчас должен пробежать, он должен вот так, он должен, да, он должен родить детей и посадить дерево еще, кстати. Вот. Так как это испанцы, нужно играть против них их же оружием. То есть владение мечом. Хотя бы 40 на 60 в нашу пользу должно быть. Это раз. Потом не делать опрометчивых действий, вот такие, как я сейчас сделал. Вот. Ну, я думаю, там может что-то получится, но в итоге не получилось. Лосков на вес. Ну, это, конечно, трындец, трындец уже. В начале матча у нас не будет высокоростных футболистов, так как Павличенко я сегодня не выпустил, но вот есть там Алдонин или кто это, а, Белелединов, извиняюсь. Вот. Ну, это мощный парень какой-то. Испанцы какие-то все высокие, кроме вот Филлы. Они все высокие. И посмотрите, что делает наша сбора. Они просто куда-то бегут непонятно. Установок не слушаются. Ну, что это вот такое? Ну, так, передача на Рамос на левом фланге играет. Вот такие времена, да? Ну, кстати, было время. Он, по-моему, тогда еще не в реалии играл, но уже в сборную попадал. Попадал. Можно сделать заброс, кстати. Так. Нет, не получается пока что. Главное, что опасности пока испанцы для нас не представляют на нашей половине поля. Вот. Это самое главное пока что. Пока. Надо все-таки точно передачу отдавать, а то в разрез, ну, как-то мне это не нравится. Все. Рейс, рейс, рейс. Вынеси, плиз. Выиграть вверх. Ну, что ты делаешь? Ну, возьми. Все, спокойно. Фух. Давайте попробуем организовать все-таки атаку. Ха. Видали? Читинг, да? Так, ты пока забегай туда. Смотрите, у нас правый фланг открыт. Они открыли нам его. Вообще, лошки. Ха. Измайлов. Задача пробежать. Просто задача пробежать. Афинтить. Хорош. С этой задачей ты справился. Удар, кстати, был. Но, по-моему, хреновый. Да. Да. Подсек там мяч как-то странно. Вот. И не получилось все это сделать. Кстати, Торос еще молодой. Но, по-моему, уже в Ливерпуле. Я точно не знаю, когда он туда перешел. Вот. Так что у нас сегодня прям матч, я не знаю, легенд. Точнее, мы играем против легенд будущих. Вот. Уже, кстати, первый тайм окончен. Да. Все. У нас там была возможность атаковать, кстати. Хави еще молодой. Поехали сразу. Не будем ничего менять. Вот. Ну, хотелось бы, конечно, там на Павличенко. Но, что же сделаешь? Потом уж сменим. Где-нибудь на 60-й минуте, я думаю. Как раз в самый раз. Так. Щенников. Сюда. Комментатор заклинил. Анюков. Ух ты. Даже обошел. Но не сохранил. Вот у нас проблема с этим связана. Я вот не знаю. У нас же, получается, нам дано 6 матчей сыграть. Правильно? Вот. И вот первые три мы сегодня доиграем. Я не знаю, как будут складываться картины. Но Израиль в следующей, так скажем, серии матчей нужно будет опять пытаться побеждать. Вот смотрите. Это кто? Хави был. Маленький такой вроде Киржакова. Раз и оттеснил. Ну, как это? Как это позволительно-то? Так. Пас. Отдай. Ну, и завершающий этап. Завершающий этап должен быть. Ну, на Тонникова так сыграл. Давай! Я не знаю. Ну, смотрите. Игрок-то повелся. Будем сегодня повторы смотреть. Смотрите. Игрок-то повелся. Игрок повелся. А тебе нужно только хорошо пробить. Ну, ё-моё. Сейчас, кстати, нужно заменить. А пока не надо никого заменять. Мы спокойно держимся против испанцев. Непривычно играть. Пять минут. Очень быстро все это дело проходит. Вот. И не успеваешь даже ничего подумать, ничего сделать. Нервничать начинаешь. Вот. Ну, назад отдадим. Назад отдадим, хотел сказать. Вот сюда. Так. Так. И вот опять они открыли нам уже левый фланг. И открыли сюда. И Белелединов тебе нужно... Нет, тебе не нужно бежать. Тебе нужно убежать. Да. Забежать за спины. Всё. И главное сейчас выиграть. По скорости он уступает. Он, видите, какой большой. Жирный. Окей. Удары полное говно. Называется... Нет. Я всё-таки заменю. Я всё-таки заменю. Вот так. Вот так. И... Естественно. Вот так. Всё. Пока что ничего нам больше не нужно. Удары не поставлены. Вообще, ну... Куда-то... Дважды мог забивать. Если первая попытка ещё... Ну, там может быть... А во второй попытке там должен быть поставлен удар уже. Потому что, ну, там... Сложно... Долго объяснять. Должен был, по крайней мере, наносить удар поворотом. Это минимум. Максимум должен быть забивать. Вот первый удар поворотом. А Кенфеев... Опять звук пропал. Сегодня будем настраивать... Так. Всё. Поехали. Сейчас нам будут навешивать это. Естественно, сразу вот... О-о-о-о. Торос. Ё-моё. Двадцатого года ему ещё. На секундочку-то. Всё. Опять появился. Нормально. Играем дальше. Ходит легенда, что русских здесь было ровно ноль. Потому что не хватило денег на матч. Вот. Ой. Окей. Аршавин. Пас. Пас. Ну, ай. Ну, хорошо. Вот. Заменил. Сразу вот что-то поехало. И там, кстати, у нас Павличенко. Высокий. Но хотя бы ты, да. Хотя бы ты. Хотелось сказать. Ну, так беги. Беги. Куда ты? За пивком, что ли? Взял, остановился. Гадёныш такой. Вот нам сейчас может прилететь на контре. Вот. Так. Вы. Всё. Конец, да? 0-0 против испанцев. Я думаю, вы не будете это осуждать. Правильно? Правильно. Кстати, мы сегодня управились аж всего за 10 минут. Вот. Играл я более-менее достойно. И допустим, что нормально. Следующая серия у нас против кого? По-моему. Ну, Берелединова надо лучше на Second's Ender Striker поставить. Он там будет прекрасен. Следующая серия у нас против кого? Против Израиля. Ну, я думаю, мы должны хотя бы их там победить. Вот. И нам нужно, естественно, мне показать вам данные. Данные, данные. Так. Информация о турнире. Так. Нет. Не туда. Не туда. Вот. Сюда. То есть. О! Ребята! Франция. Россия. Мы на втором месте? То есть мы должны сейчас вздрючивать Израиль. И желательно, чтобы французы выиграли у испанцев. И тогда мы в шоколаде. Вот. Поэтому пока что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик нажимайте. Я пойду записывать и для себя, и для вас. В общем, третью часть. Уже четвертую получится часть. В общем, все. Всем пока.